Всем привет, давайте начнем. Меня зовут Костя Упухина, я расскажу про вот эту вот больную тему. На самом деле, смотрите, LI5, библиотеку, про которую я буду рассказывать, придумал Миша Коробов, который сейчас в Екатеринбурге, и мы, соответственно, вместе с ним ее потихоньку дорабатываем. Начнем с такой вот проблемы. Допустим, вы делаете классификатор, и у вас 10 классов, и вы получили accuracy 99,6% на валидации. Ну, вы там все долго тренировали, подбирали, и вот у вас так все хорошо получилось. Ну, как бы ура, ура, товарищи. Но вопрос, насколько это, действительно ли это хорошо, пока непонятно. Какие могут быть причины, почему это не очень хорошо? Какие есть версии? Ну, в смысле, переобучились, мы же валидируемся. Data leak. Data leak, да, окей. Еще варианты? Да, ну да, да, то есть у нас может быть один класс, который почти 100% выборки занимает. Ну, на самом деле, основные версии уже прозвучали. То есть еще, ну вот то, что я часто делаю, это валидация на тренировочных данных. Ну, и бывает еще, на самом деле, связанная с data leak'ом штука, это неправильная кросс-валидация, когда у нас leak в кросс-валидации. Ну, например, да. Ну и, собственно, ну еще может быть там оверфит на нашу валидационную выборку. Такое тоже может быть, если мы очень долго подбирали гиперпараметры. Ну, как нам с этим бороться? Ну, вот, например, мы предсказываем развитие диабета, взяли у нас датасет, xgboost, регрессор, а предсказываем стадию развития, поэтому регрессор. Вот, и получили какую-то тоже хороший результат. Вот, но если мы посмотрим на фичи, которые выучила модель, то мы увидим, что есть одна фича, у которой вес гораздо, вот зелененькая, treatment, у которой вес гораздо больше, чем у всех остальных фич, да, ну, как правило, признак, что если у нас есть одна фича, которая почти все объясняет, с большой вероятностью это leak. И, на самом деле, в этой задаче это просто то, сколько человек уже лечился, и, на самом деле, в реальных данных, которые нам интересны, да, нам интересно предсказывать это для людей, которые еще не начали лечиться, поэтому в реальных данных такой фичи у нас быть не должно. Поэтому мы увидели, что вот у нас такая странная фича, убрали ее и получили уже гораздо более осмысленные другие фичи, которые все как-то работают. Соответственно, вот эта фича importance, или которая есть в xgboost, или explain weights, которая есть в LA5, она позволяет нам это быстро увидеть. Ну, посмотрим немножко более сложный пример. Например, допустим, мы хотим сделать тематический классификатор для текстов. Мы взяли датасет 20 newsgroups, это, ну, посты в разные списки рассылки, и выбрали 4 из них, которые нас интересуют. Ну, и взяли такую стандартную baseline-систему, взяли логистическую регрессию и искаленный count-vectorizer, и получили какую-то достаточно хорошую accuracy для 4-х более-менее сбалансированных тем, почти 90%. И дальше мы хотим понять, ну, опять же, на валидации, хотим понять, на самом деле это хорошая accuracy или нет. И смотрим объяснение конкретного предсказания. То есть это не все фичи модели, мы взяли конкретный текст и смотрим, откуда, почему модель считает, что вот этот вот пост является постом в список рассылки про медицину. Ну, вот у нас тут есть текст, и в нем подсвечены фичи, которые зеленые говорят в пользу того, что это медицинский пост, а красные в пользу, что нет, не медицинский. И вот если мы начнем на это смотреть, сначала, ну, вот мы видим, что medication, kidney stones, что это все какие-то медицинские слова, вроде все хорошо. Дальше, если посмотреть внимательнее, попадаются довольно странные вещи. Например, вот зеленая фича, да, очень хорошая. Это адрес, ну, часть адреса электронной почты. То есть, скорее всего, это означает, что люди с этого сервера часто пишут в этот список рассылки. Но нам это бесполезно, потому что мы хотим эту модель применять не для этого списка рассылки, а вообще для текстов на данную тематику. То есть мы увидели, что, ну, фактически это тоже лик, да, и мы можем от него избавиться. Ну, вот конкретно в Ascalon мы можем сказать, исключить headers и footers, да, где как раз и попадаются вот эти адреса почты. И у нас accuracy сразу упало, получилось 0.85 вместо 0.89. Но надеемся, что модель будет более полезной. Смотрим на нее опять. Ну, вот теперь, если присмотреться, тут уже все поприличнее, но попадаются довольно странные вещи. Ну, понятно, there is, там, do. Да, явно это какие-то слова, которые, ну, опять же, к этой области никакого отношения не имеют. Скорее всего, это просто надо убрать стоп-слова, и будет все сильно лучше. И другая вещь. Если посмотреть, вот Kidney Stones, у нас Stones теперь получается отрицательная фича, хотя Kidney Stones – это какой-то медицинский термин. Ну, то есть, скорее всего, Stones в другом смысле используется. Может быть, нам стоит добавить Bigramma к нашей модели, и все будет лучше. А вот X-Ray, более интересный случай. Опять же, X-Ray, ну, 100% медицинский термин. Но тут только Ray почему-то подчеркнуто. Почему, то есть, X-Ray, почему не зеленая фича? Ну, оказывается, что наш токенизатор, да, он выделил Ray как отдельное слово, а X он вообще выбросил. То есть, в эскалене токенизатор по умолчанию вообще пропускает все слова длиной в одну букву, да, и он не решил, что X-Ray – это одно слово. То есть, тут тоже мы сразу видим, что если мы поправим наш токенизатор, либо включим X-Ray как Bigramma, либо еще лучше сделаем это отдельным токеном, то тоже мы надеемся, что качество повысится. Ну, и вот если часть из этих проблем пофиксить, убрать стоп-слова и добавить еще TF-IDF, задавить частые слова, да, то получится вот такая вот штука. То есть, уже, ну, такие совсем зеленые, в основном только медицинские слова, ну, вот X-Ray здесь не пофикшен, и точность уже снова 0.89. То есть, мы за счет того, что мы смотрим на то, как работает наша модель, мы сразу видим баги, которые, ну, совершенно не очевидно, если мы просто смотрим на список фич, или, ну, то есть, мы видим какую-то дополнительную информацию, которая нам позволяет отводить и понять, что здесь происходит, и повысить качество. Ну, соответственно, ну, и вот еще про кросс-валидацию, да, опять же, например, очень частая ошибка, если мы классифицируем веб-странички, да, то если мы, например, у нас и в тренировочной, ну, один домен есть и в тренировочной, и в тестовой выборке, то с большой вероятностью мы получим очень оптимистичную оценку качества, да, потому что мы заверхвитимся на конкретный домен. И тут, соответственно, опять же, мы это можем увидеть, что вот эта фича, она куда-то высоко вылезла, и мы можем, ну, чтобы это исправить, делаем кросс-валидацию, чтобы один домен всегда был либо в тесте, либо в трене. Ну и вот, да, можем увидеть новые фичи, какие-то комбинации, которые модель пропускает. Ну, соответственно, вот библиотека explain like M5, explain like M5, в ней всего две функции, можно сказать, explain weights и explain prediction, то есть она позволяет объяснить модель или объяснить конкретное предсказание. Ну, конкретное предсказание очень часто хорошо тем, что мы, ну, фич может быть очень много, да, а конкретное предсказание позволяет как-то, ну, увидеть, как эти фичи работают. Соответственно, там поддерживаются библиотеки SkiKit Learn, дальше Whitening, но это линейные модели для больших датасетов с SkiLeon интерфейсом. Дальше SkiLeon CRF Suite, это Conditional Random Fields, XGBoost, который, наверное, все знают, и есть поддержка Lime, которая позволяет объяснить, ну, в принципе, произвольную BlackBox модель. И сейчас еще, ну, как раз Миша Корбов занимается добавлением туда YGBM, ну, и мы работаем над тем, чтобы поддержка SkiLeon была больше. То есть SkiLeon сейчас классификация регрессия, линейные модели деревьев, ансамбли деревьев работают, векторизаторы для текстов, в том числе Hash and Vectorizer, который, ну, в общем, его не так легко интерпретировать без какой-то библиотеки. Ну, вот, соответственно, пайплайн в полной мере еще не поддерживается, то есть вы можете руками разобрать свой пайплайн на кусочки и передать его в Wi-Fi, но так что целиком пайплайн, вот это сейчас фича в работе. И, ну, в XGBoost это поддерживается через SkiLeon интерфейс, вот, и там интересная штука, кроме, опять же, объяснения, ну, feature importance, который есть в XGBoost и так, там есть еще объяснение предсказания дерева. То есть для линейной модели очень легко объяснить предсказание, потому что у вас есть вот эти, ну, коэффициенты для всех фич, да, у вас есть значение фич, вы просто перемножаете одно на другое и получаете, ну, соответственно, то, с каким коэффициентом данная фича вошла в предсказание перед нелинейностью. А для деревьев это не так очевидно, это нелинейные модели. Соответственно, как это работает? Идея это не наша, ну, вот есть ссылка, по которой это объясняется, есть даже клевая визуализация. Ну, вот как это выглядит. Вот пусть у вас есть, ну, для начала одно дерево, на много деревьев это легко обобщается. И у вас есть, ну, вот в листьях у вас есть, соответственно, это регрессия, в листьях у вас есть какие-то значения, которые вы предсказываете. И у вас есть для конкретного примера через дерево есть конкретный путь, по которому вы пришли. И вы можете, помимо вот значений в листьях, вы можете добавить во все остальные узлы то значение, которое вы ожидаете, придя в этот узел, ну, с учетом распределения в данном датасете. То есть вы можете предсказать или 18, или 12, а min от этого будет, допустим, 14,9. И так для всех узлов. И после этого что вам остается сделать? Вы, ну, вот этот тот же самый путь, и внизу написано, извините, что мелко написано то, как можно разложить итоговый скор. То есть мы начали вот здесь. У нас наше ожидание, ну, то есть min по всему датасету, у нас, допустим, 29,60. Дальше мы перешли налево, и у нас значение стало 19 и, там, ну, почти 20, да. То есть оно с 22 и 6 упало до 20. Это означает, что вот этот признак, там, rm меньше 7, да, он сказал нам, что если оно меньше 7, то значит, скорее всего, значение меньше. То есть мы понимаем, что rm для данного конкретного примера это, ну, фича, которая приводит к понижению нашего предсказания. Вот, и, соответственно, мы, ну, вот, если мы записываем это в формуле, то у нас 22,60, потом минус 2 и 64, это как раз разница между вот этими двумя значениями. И так далее для всех фич. То есть мы смотрим разницу между ожидаемым значением в узле и в его ребенке. И таким образом вот это вот наше финальное предсказание раскладываем в такую сумму. То есть мы, получается, у нас дерево, да, но мы его превращаем в похожую штуку на линейную модель. То есть мы по конкретному пути, ну, фактически по конкретному пути раскладываем это в линейную модель. Когда у нас этих деревьев много, то есть когда у нас там ансамбль деревьев, какой-нибудь XGBoost, да, то, ну, финальное предсказание — это просто сумма всех предсказаний всех деревьев. Поэтому для того, чтобы определить вклад фичи, мы просто, опять же, суммируем вот эти вот все размножения. На практике это работает, часто это работает хорошо. Есть некоторые вырожденные случаи, когда вот эта штука ломается. Ну, например, если у вас есть дерево, которое предсказывает хор-функцию, да, то есть у вас есть там X1, X2, и вы предсказываете, что или... Ну, одна из них должна быть единичка, да, то у вас, ну, в дереве будет одна из них сверху, и сверху у вас ожидание будет ноль. Вот, и, соответственно, у вас получается, ну, вроде фичи симметричные, да, но в итоге у вас, ну, дерево будет несимметричным, да, и итоговые веса тоже будут несимметричными. Ну, вот в таких вырожденных случаях это ломается. На самом деле на практике, когда у вас не одно дерево, а много деревьев, то получается все достаточно тоже нормально. Ну, то есть мы просто делали какие-то синтетические задачи, которые, если немножко добавить шум к этой задаче и сделать много деревьев, то тоже все получается нормально. Ну, это просто пример другого дерева. Так, ну, теперь немножко отдохнуть, посмотреть на картинку и подумать, зачем нам библиотека вообще нужна. То есть, в принципе, все вещи, которые... Ну, многие вещи, которые EverFive делает, вы можете сами достать из библиотеки, да, но на самом деле, ну, просто это будет не так удобно. То есть, ну, вот, например, если у вас линейная модель, в принципе, там просто вот атрибут ее коэффициенты, get feature names, одно с другим совместить, вы все получите, да, но в EverFive это все более няшно выглядит. То есть вы вот в IPython ноутбуке, вы просто вызываете одну функцию, у вас сразу выводится такая красивая штучка, тут подсвечиваются, если навести мышку, отдельные слова, они отсортированы, вы можете их по-разному фильтровать. Если у вас, например, там Union какой-нибудь, да, то будет, соответственно, фича из одного векторайзера, из другого векторайзера. Ну, в общем, это, на мой взгляд, удобнее. Плюс еще, ну, опять же, вам не нужно вспоминать, как для какой библиотеки достать нужные вам фичи. То есть вы сразу сказали show weights или там show prediction, и все работает. Ну и да, плюс еще, ну, вот объяснение предсказаний, плюс там возможность поддержки отсутствующих значений для SGBoost, например, тоже это не так тривиально делается. Ну и вот подсветка фич в тексте, в том числе буквенных N-грамм. Ну, хорошо, но все равно LFI поддерживает не все библиотеки, да. Что же нам делать, если наш классификатор не поддерживается? Ну вот есть такая статья 2016 года, про которую, наверное, многие слышали. Называется она Why should I trust you explaining the predictions of any classifier? То есть мы, ну, авторы этой статьи, они придумали такую вещь. Ну, вообще очень полезно объяснять предсказания. То есть не только для отвадки моделей, но еще и для пользователей системы. То есть если человеку дают просто предсказания, то он ему, ну, не очень-то верит. Да, а если ему дают предсказания, плюс дают убедительное объяснение, почему модель предсказывает именно это, то он модели начинает верить гораздо больше, и плюс, ну, как бы, или гораздо меньше, если предсказания как раз не имеют никакого смысла, да. То есть это не то, что человеку что угодно объяснили, он рад, да, он видит предсказания, соотносит это с его какими-то, с его интуицией. Если оно соотносится, то он модели верит. И очень полезно любую модель уметь объяснять. И, ну, основная идея стоит в том, что нам не обязательно пытаться объяснить конкретно ту модель, которую мы объясняем. То есть, ну, допустим, мы делаем классификацию картинок. Взяли какой-нибудь ResNet 152 слоя. И, в принципе, можем проследить, как через этот весь ResNet проходит наше предсказание и сказать, почему этот ResNet сделал такое предсказание, да. Ну, или дальше у нас там есть какой-нибудь LSTM, да. Ну, в общем, нам не обязательно разбираться в каждой конкретной модели. Мы можем просто взять и взять... Ну, вот, например, у нас есть картинка такая слева, да. Это человек в маске Обрадора, который играет на акустической гитаре. И мы можем... Наша система классификации говорит, что, ну, это Обрадор, это гитара или это акустическая гитара. И если мы спросим, а почему это электрическая гитара? Она нам покажет гриф. А почему это акустическая гитара? Она покажет деку. И почему это Обрадор? Она покажет лицо Обрадора, да, морду Обрадора. Соответственно, мы понимаем, что отлично. Значит, наверное, эта модель понимает, что она видит, да. И если мы поставим ее на, например, машину предсказывать пешеходов, да, и она увидит там зебру на велосипеде, то она тоже сможет понять, что это зебра на велосипеде. Ну, вот другой пример. Модель видит картинку Хаски и говорит, что это волк. А когда мы спрашиваем, почему это волк, она говорит, ну, потому что там снег по краям. Соответственно, это плохая модель. Скорее всего, она никогда не видела волков не на снегу. Соответственно, для того, чтобы это исправить, мы либо добавляем картинки волков без снега, либо объясняем модели, где находится волк. Ну, и вот от того, что… То есть мы увидели это объяснение, и даже если это объяснение основано не на конкретной работе вот этой вот глубокой модели, а на каких-то других вещах, но если оно правильное, да, то это все равно нам очень полезно. Ну, или то же самое для текста. Если у нас есть какая-нибудь там десятислойная LSTM, да, но мы видим, что у нас модель делает предсказания на основе e-mail, а не на основе текста, да, то мы можем эту модель исправить. Даже, ну, неважно, как она работает. Соответственно, идея стоит в том, что у нас плюс… Ну, мы объясняем предсказания, да, то есть у нас есть какая-то точка в нашем пространстве, которая соответствует нашему примеру. Дальше мы генерируем какие-то другие примеры в окрестности этой точки и пытаемся аппроксимировать предсказания нашей модели какой-то более простой моделью. То есть у нас вот есть вот эта сложная нелинейная модель, вот показана ее decision boundary, то есть вот красная, допустим, положительный класс, синий отрицательный, и мы пытаемся понять, почему она вот этот крестик отнесла к красному. Да, и хоть модель очень сложная, но вот в небольшой окрестности, ну, decision boundary более-менее линейный. Соответственно, мы можем его приблизить к какой-то линейной моделью, и эту линейную модель мы уже умеем объяснять. То есть мы, ну, вот таким трюком мы сводим предсказание произвольной модели, объяснение предсказания произвольной модели к объяснению предсказания линейной модели. И дальше мы можем его показать пользователю. Ну, вот, собственно, это и описано. Тут основная проблема состоит в том, что, ну, вот, когда мы учимся предсказывать предсказания вот этой вот, ну, то есть учимся объяснять предсказания black box классификатора, нам нужно нагенерировать примеры из какой-то окрестности. Ну, вот, основная засада именно в этом. Плюс мы еще хотим, ну, то есть мы не знаем, какая это будет окрестность, поэтому мы еще хотим какую-нибудь функцию, которая говорит, насколько данный пример близок к тому примеру, который мы объясняем. Ну, и, соответственно, взвесить данные для обучения вот нашего white box классификатора. Соответственно, как генерировать окрестность зависит от тех данных, для которых вы применяете эту задачу. То есть тут, получается, если мы хотим объяснить какой-то произвольный классификатор, то нам в Wi-Fi нужно написать много кода, ну, немного, окей, немного кода для этого классификатора, и это будет работать на любых данных. А с Lime получается наоборот. Вот, мы должны для каких-то специфических данных написать какой-то код, который генерирует данные в этой окрестности, но это будет работать для любого классификатора. Ну, для картинок, ну, вот, тут по примерам можно было понять, там используются суперпиксели, то есть мы берем, ну, есть много простых алгоритмов, которые выделяют какие-то области, где похожий цвет, похожая текстура, делят это на такие блоки, и, соответственно, модель на вход подает, ну, отдельные блоки или их комбинации. Ну, то есть она зануляет одни блоки и оставляет другие блоки. Для текста, ну, та же идея, только вместо вот этих суперпикселей мы используем слова или буквенные н-граммы. Вот, но при этом, ну, тоже не все так совсем уж просто, потому что, ну, например, если у нас есть какой-то текст, и в нем, ну, одно слово встречается несколько раз, да, и в зависимости от того, какой классификатор используется, если мы одно из этих слов удалим, да, если у нас используется bag of words, то, ну, или ничего, или почти ничего не изменится. То есть нам надо убрать все вхождения этого слова из документа. Вот, а если у нас используется, там, модель, которая учитывает порядок, то, может быть, нам достаточно убрать одно слово. То есть получается, ну, тут есть несколько тоже опций, с которыми нужно генерировать вот эти вот данные, и эти опции нужно подбирать под конкретную модель. Но это не так сложно. Ну, и если у нас есть произвольные данные, ну, например, какое-нибудь не очень большое число фич, и, например, какие-нибудь численные категориальные где-то данные, да, то мы можем использовать kernel density estimation, то есть мы используем сам dataset для того, чтобы понять, как какие-то переменные распределены, и тоже реалистично модифицировать наш входной пример, чтобы получить данные в какой-то окрестности. Например, там мы видим какая-то фича категориальная, мы ее можем просто занулить, если она бывает ноль-не-ноль, да, какая-то фича непрерывная, и мы из того же распределения что-то можем взять. Соответственно, как это работает в Wi-Fi? Ну вот у автора Lime они написали замечательную статью, то есть там много очень интересных экспериментов проводится, в том числе с пользователями, как они выбирают лучшую модель. То есть, например, Lime позволяет пользователям выбрать модель, которая будет лучше генерализоваться, несмотря на то, что у нее может быть хуже скор на валидации. Ну, в общем, у них много интересных экспериментов, и есть также реализация Lime на питоне. А в Wi-Fi есть независимая реализация, там некоторые вещи отличаются, ну, некоторые технические вещи, например, они когда предсказывают предсказание вот этого вот blackbox модели, они используют регрессию, а в Wi-Fi предсказывается вероятность и используется кросс-энтропия, ну, что вроде выглядит более разумно. Ну, дальше вот для того, чтобы понять, то есть, когда вы применяете этот Lime, вы получили, ну, в любом случае, какое-то объяснение предсказания, да. А дальше это объяснение предсказания, оно может быть правильным и неправильным. Как понять, что оно правильное? Нужно посмотреть, насколько вы качественно аппроксимировали ваш blackbox классификатор вот этим вот простым линейным классификатором. И вы можете посмотреть, ну, на точность, с которой он его аппроксимирует, и на Kyle Divergence между распределением предсказаний blackbox и whitebox классификатора. Вот. И, ну, вот для текста, то есть, ну, вообще у нас по работе много задач с текстом, поэтому в Wi-Fi тоже очень много фич именно для текста, и, например, нет никаких фич для картинок. Поэтому для текста как раз там, ну, все достаточно хорошо. Есть специальный генератор, который, играясь опциями которого, можно, ну, как кажется, более-менее любой blackbox текстовый классификатор объяснить. Для картинок совсем ничего нету, для нетекстовых данных, ну, можно использовать вот стандартные фичи SkyLearn, чтобы что-то получить, но тут все более разнообразно, менее надежно, поэтому, ну, нельзя сказать, чтобы это работало из коробки. Еще в Wi-Fi есть документация, в отличие от многих, ну, от некоторых библиотек. Да. Там есть документация, там есть туториалы, то есть там вот подробно написано, вот, например, как применять для текста, для name density recognition, для XGBoost и как использовать Lime для текста. То есть там гораздо более подробно, чем я сейчас рассказывал, можно посмотреть, как это реально использовать. Ну, и сама библиотека продолжает развиваться, так что если вы видите там, что чего-то вам не хватает, то можно про это написать, и, может быть, мы или вы это сделаете. Все. Спасибо. Спасибо большое. Я знаю, что это боль, когда тебя спрашивают, а почему твой черный ящик предсказал, что тут 83 вероятность даты, ну, потому что 83. Окей. У меня один вопрос, вот, в XGBoost там фичи импотенс, ну, есть заявление, что он неправильно работает, и для этого есть библиотека, которая XGBoost, вот, она взаимодействие также включает. Вы использовали ее, нет? Нет. Interaction. Нет, мы не использовали, то есть, что мы… Ну, в XGBoost там есть, по-моему, три способа подсчета, подсчета, и они в Wi-Fi все поддерживаются. Ну, то есть, можно просто… Там есть по умолчанию гейн, и можно передать какой-то свой плюс. Ну, то, что мы собираемся сделать, мы сейчас собираемся, поскольку нам все равно из всех этих библиотек нужно вытаскивать дерево для того, чтобы уметь объяснять предсказания. Нет, я про фичи импотенс, не в конкретном предсказании. Да-да-да, я понимаю. Ну, в общем, да, то есть, поскольку нам все равно это нужно делать, то мы планируем сделать независимую от библиотеки фичи импотенс, и поэтому, раз ты нам сказал про такую замечательную библиотеку, то мы на нее тоже посмотрим, и, может быть, ее используем, и она будет работать для всех ансамблей. Но вот конкретно на нее не смотрели. То есть это попытка как-то interaction померить? Ну, да, ну, то есть, по идее, interaction сейчас можно увидеть только на объяснении предсказаний как-то, но на фичах, да, к сожалению, этого нет. Окей. Действительно, библиотека больше для объяснения, как работают алгоритмы на тексте. А что есть такое же для картинок? Или, может, вы что-то хотите сделать для картинок? Ну, для картинок есть, ну, во-первых, есть достаточно много библиотек, которые, ну, именно заточены под картинки и работают, ну, как бы смотрят внутренние нейросети, да. Ну, для картинок самая, там, простая вещь, да, это посмотреть, ну, куда смотрит нейросеть, да. Я, к сожалению, ну, на память не помню, но знаю, что несколько таких библиотек есть. Плюс, да, в Лайме есть реализация для картинок как раз. Все ждут от тебя теперь. Еще вопросы? А можно тогда тебя попросить в слайд с объяснением Random Forest? Почему мы берем среднее, если, или там, медиану, если у нас, может, не забалансированные классы быть? Нет, нет, мы не среднее, не медиану, я, может, плохо сказал, ну, то есть математическое ожидание. Окей, все. Ну, то есть конкретно тут, может быть, берется и среднее, но у нас берется математическое ожидание. Окей, нет больше вопросов? Окей, спасибо большое Константину. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. Продолжение следует...